Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Российский рынок акций завершил неделю в миноре. Пережившие кризис девелоперы – желанные клиенты для банков. Прогноз по валютному рынку на эту неделю. Банки нечестны по отношению к заемщикам. Микрозаймы прижились в России. А теперь подробнее об этих и других темах. Российский рынок акций закончил неделю в красной зоне. Индекс РТС снизился до уровня 1509,85 пункта. Индекс ММВБ опустился до отметки 1403,08 пункта. Таким образом, индексы удержали важные психологические рубежи – 1500 и 1400 пунктов. Полностью итоги работы фондового рынка России и котировки валют на минувшую неделю смотрите на сайте банкир.ру. О работе строительных компаний с кредитными организациями, об их взаимоотношениях, на которые кризис наложил свой отпечаток в интервью банкир.ру, рассказал генеральный директор Ренова стройгрупп Михаил Семенов. Согласно его мнению, пережившие кризис крупные игроки строительного рынка – это целевая аудитория для банков. За такого заемщика сейчас разворачивается борьба. Отношения банк-клиент перестраиваются в пользу клиента, уверен Семенов. По его оценке, наилучшие условия предлагают банки, у которых хорошо развито строительное направление. Полностью интервью с Михаилом Семеновым читайте на сайте банкир.ру. Мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании Макси Форекс Владимиром Севашовым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Закончилась очередная биржевая неделя. Что можно сказать об исполнении ваших предыдущих прогнозов по евро и фунту на прошедшей неделе? Движение пары евро-доллар на торгах прошлой недели существенно отличалось от наших ожиданий. Прогноз по паре за период с 2 по 6 августа предполагал разворот и снижение евро к установленным уровням. Вместе с тем мы указывали на вероятность пробоя вверх максимума предыдущей недели, но ожидали в этом случае кратковременный подъем пары к уровню 1,3125, а далее разворот и снижение евро. Фактическое же движение валюты после открытия недельных торгов продолжило активное восстановление своего курса, которое продолжилось практически до конца недели. Надо отметить, что экономическая статистика из Европы и рост мировых фондовых рынков оказали на прошлой неделе значительную поддержку единой европейской валюте. Одновременно поддерживающим для евро фактором стали слабые экономические показатели из США. На этом фоне курс евро относительно доллара вырос до уровня 1,3332, сумев вновь продлить восходящую коррекцию и возродить ожидания рынка на продолжение роста пары. Прогноз по паре фунт-доллар предполагал снижение пары, но вместе с тем предупреждал и о возможной попытки британской валюты пробить максимум предыдущей недели и возобновить подъем. Фактическое движение пары подтвердило именно эту опцию прогноза. Позитивные оценки перспектив британской экономики, хорошие новости по реорганизации британских компаний, опубликованные в начале недели и усиление настроя инвесторов к покупкам высокодоходных валют вызвали активный спрос на британский фонд. Курс его по отношению к доллару вырос, установив максимум недели на отметке 1,5997, достигнув при этом целевых уровней прогноза на подъем и даже превысив их на 140 пунктов. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Евро в паре с долларом США по-прежнему находится в верхней зоне восходящей коррекции. Чтобы развернуть ценовое движение и начать новый нисходящий цикл, паре не хватает инициирующего импульса. Негативная экономическая статистика пока преследует доллар на фоне достаточно благоприятных отчетов по еврозоне. Возможно, заседание комитета по открытому рынку США во вторник изменит ситуацию. В нашем прогнозе на неделю кратковременное снижение пары и ее последующий подъем ориентировочно в ценовую зону 1.3350-1.3430. Это завершит волновой цикл восходящей коррекции. Далее ожидаем разворот евро и снижение его курса к целевым уровням 1.3207, 1.3157, 1.3099, 1.2980, 1.2919 и ниже в направлении 1.28. А что ожидает пару фунт-доллар? Фунт также находится в завершающей стадии восходящей коррекции и по тем же факторам, о которых я сказал выше, еще не исчерпал до конца потенциал подъема. Мы ожидаем кратковременный подъем пары в ценовую зону 1.6024-1.6068, а затем разворот и снижение пары в новом нисходящем цикле к целевым уровням 1.5903, 1.5820, 1.5751 и 1.5681. Владимир, какие макроэкономические показатели, выходящие на следующей неделе, могут быть интересны участникам торговли? Я назову лишь те показатели, которые, как правило, приводят к активному движению валют на рынке. Во вторник будут опубликованы решения Банка Японии и Комитета по открытому рынку США по основным процентным ставкам. Изменений здесь не ожидается. Ставки останутся на прежнем уровне 0,1% и 0,25% соответственно. Однако активные интересы рынка вызывают сопроводительные заявления и протоколы заседания Комитета. Заинтересуют участников рынка также данные торговых балансов, которые представят на этой неделе Великобритания во вторник, США в среду и Евросоюз в пятницу. Кроме этих показателей интересны будут также количество обращений за пособиями по безработице и уровни безработицы в Великобритании и в США, которые будут опубликованы соответственно в среду и в четверг. Данные по объемам промышленного производства Японии и Евросоюза в четверг и предварительные показатели по ВВП Еврозоны за второй квартал в пятницу. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru Отсутствие финансовой грамотности у банковских клиентов толкает кредитные организации на путь обогащения за счет обмана заемщиков и отъема собственности у неплательщиков. Об этом в интервью банкир.ру рассказал председатель Генерального совета общероссийской общественной организации «Союз заемщиков и вкладчиков России» Владислав Кудинов. Эксперт говорит о том, что сегодня в погоне за прибылью российскими банками применяются чистое мошенничество, рейдерские схемы и агрессивная реклама. По его словам, клиенты всегда жалуются на обман со стороны банков. Полностью интервью с Владиславом Кудиновым читайте на сайте banker.ru В своей колонке Наталья Логвинова анализирует успех новых российских микрофинансовых организаций. Она отмечает лояльное отношение к таким компаниям со стороны контролирующих органов по сравнению с давлением, которое оказывается на банке. Наталья Логвинова пишет, что бы там ни говорили о бурном развитии регионов, получается, что спрос на рубль до получки у россиян так же высок, как и 40 лет назад. Более того, этот спрос стимулирует, ведь накладывая жесткие ограничения на банки, власти создают благоприятную среду для развития организаций, работающих на неудовлетворенном спросе в микрозаймах. Люди не могут взять их в банки, поэтому согласны даже на 732% годовых. Полностью статью Натальи Логвиновой «До получки на бутылку» читайте на сайте banker.ru. 17 августа banker.ru проводит онлайн-конференцию «Клерки в банках», посвященную проблемам найма банковского персонала. В ней принимает участие генеральный директор Penny Line Personal Татьяна Далекова и исполнительный директор StaffWell Елена Сидоренко. Подробнее об этих и многих других темах финансового рынка читайте на сайте banker.ru. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели!